Алоха, с вами Алексей, звезда и переполоха. Эко. Многие воспринимают как символ безопасности, чистоты и здоровья. Но так ли чист и безопасен современный мир? Нет. Всему виной человеческая халатность. Пластиковые бутылки, пленка, полиэтиленовые пакеты, одноразовая посуда. Без этого сегодня не обходится ни один пикник. Оставляя в лесу мусор, люди не осознают, какой приносит вред. Пластик негативно влияет на рост и развитие травянистых растений. Птицы часто запутываются в полиэтиленовых пакетах и не могут взлететь. Случайный зверек будет мучительно умирать, если проглотит кусочек пакета из пластика. Если вы сожгли пластиковую тару и считаете, что грамотно утилизировали мусор, вы ошибаетесь. Горящий пластик выделяет в атмосферу большое количество разнообразных веществ, опасных для здоровья. Жестяная тара, алюминиевые банки и прочий металл будут валяться в лесу долгие годы. Маленький осколок стекла может стать причиной лесного пожара и гибели животных. Именно из мусора по сложной пищевой цепи в организм человека могут попасть очень опасные тяжелые металлы. В частности, они накапливаются в съедобных грибах. Пожалуйста, уносите с собой все, что принесли в лес. Не сжигайте мусор, не закапывайте его, а уносите до ближайшего контейнера. Этим вы спасете чью-то жизнь. Большинство отходов попадает в Тихий океан, где остается на сотни лет. Явление мусорных островов совсем не редкость. В воде плавают триллионы тонн пластика, которые наносят непоправимый вред окружающей среде. Как можем помочь мы, обычные люди, не покупать пластиковые пакеты? Их можно заменить сумками из ткани. Отказаться от бытового пластика. Если у вас в праздник, никогда не используйте одноразовую посуду. Расчески, щетки, губки и многое другое может быть изготовлено из натуральных материалов. Обратите внимание на экохимию. Натуральная бытовая, уходовая и декоративная косметика – это не просто дань моде. Это забота о себе, о своем здоровье и, если глобально, об экологии всего мира. И я не зря затронула тему экологии именно сегодня. Ведь уже завтра, 26 марта, состоится самая массовая экологическая акция на планете – Час Земли. Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Вспомни о том, что на этой планете живут и люди, и другие земляне. Миллионы видов живых существ. Мы должны заботиться друг о друге, особенно в сложные времена. 26 марта в 20.30 по местному времени. Выключи свет и бытовые приборы на один час в знак неравнодушия к будущему нашей планеты. В этот час нам предлагают задуматься, что общего у всех нас – землян. У нас только одна планета, и она принадлежит всем. И мы должны сделать все, чтобы сохранить ее. На сайте ВВФ – это Всемирный фонд дикой природы. Можно оформить ежемесячное списание и стать сторонником фонда. Но допускается и разовое пожертвование. Поддержите работу ВВФ в России. Символически усыновив представителя одного из редких видов животных, вы подарите целой популяции шанс на выживание. Ссылку на сайт ВВФ я оставлю в описании под этим видео. Перейдя по ней, вы сможете ознакомиться с этими и другими видами поддержки. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас поучительным, познавательным и полезным. Пока! Субтитры подогнал «Симон»